А в Амуре они как? Вот они прям вкатываются в Амуре? Да, мы его завозим. Речь о такой вот специальной коляске. Александр Копысов из Комсомольска на Амуре готовится к часовому заплыву. Тем временем заместитель главы города-курорта Эдуард Балмышев показывает региональному координатору партийного проекта по доступной среде Татьяне Гелуненко инфраструктуру центрального пляжа для отдыхающих с ограниченными возможностями здоровья. Специальная раздевалка, специальный туалет, пандус, ведущий в медицинский кабинет. Это начало рабочей поездки, чтобы ознакомиться с тем, как обстоят дела с доступной средой в муниципалитетах. Почему первый город Анапы? Потому что у нас был разговор с Госдумой, с депутатами Госдумы, с Терентьевым, ее помощниками. Они отдыхали, приезжали в город Анапы, они сказали, что лучшего города не может быть. И поэтому я, живя в Краснодарском крае, решила действительно, как координатор партийного проекта, приехать именно в Анапу. И я не ошиблась в том, что действительно этот город, он достоин. Возвращение Александра Копысова после почти часа, проведенного в море. Об изменениях и о том, что нравится в Анапе, он говорит с позиции постоянного отдыхающего. В этом году очень хорошо сделали вот эти настилы, переодевалку для инвалидов, навес для инвалидов. Ребята со специализированного пляжа приезжают на центральный, чтобы покупаться. То есть только благодаря этой лодке и благодаря благоустройству этого, которое здесь есть сейчас. Мы были на многих санаториях в разных городах, но здесь город более доступен для колясочников. И здесь есть где погулять. Очень много кафе, очень много улиц пешеходных, музыки, концерты всякие. Здесь есть чем вечером заняться. Доля не только гостей, но и жителей с ограниченными возможностями здоровья в Анапе выше, чем в среднем по краю и стране. В управлении социальной защиты фиксируют рост каждые три месяца. Это связано в том числе и с условиями быта. В Анапе 323 специально адаптированных объекта. Это самый крупный список в регионе. Помимо обязательных школ, социальной инфраструктуры, он постоянно пополняется за счет своеобразных специальных заказов. Я хочу сказать, что очень хороший контакт и очень хорошая совместная работа. У нас очень живой совет по делам инвалидов, поверьте, очень живой такой. И где сами инвалиды являются членами нашего совета, сами выступают с предложениями, активно их вносят. Более того, когда мы, допустим, ставим на контроль какие-то вопросы на совете по делам инвалидов, потом сами инвалиды наши, они докладывают о том, как этот объект адаптирован конкретно для этой группы граждан. По словам Татьяны Гелуненко, не исключено, что городу-курорту выделят дополнительные средства из вышестоящих бюджетов на дальнейшее совершенствование инфраструктуры. Реально мы будем добиваться, потому что без краевых средств городу очень сложно будет. В муниципалитете действует специальная программа «Доступная среда». В этом году ее объем – порядка двух миллионов рублей. В процесс активно включаются предприниматели. Где есть возможность, мы просим, нам оказывается действие. Но если будут дополнительные средства выделены, естественно, мы их правильно внедрим, вложим туда, куда необходимо. Я бы хотел, чтобы зимой хотя бы центральный пляж у нас остался в такой же инфраструктуре, чтобы они хотя бы могли подъехать. Подышать воздухом, подышать воздухом. Вот если у нас будет возможность с дополнительными средствами, мы, естественно, их благоустроим и грамотно вложим туда, куда необходимо. По словам Эдуарда Балмышева, развивать такую инфраструктуру необходимо еще и потому, что в Анапе есть крупные санатории, где занимаются реабилитацией после травм, инсультов и других тяжелых недугов. Помимо этого, комфортнее будет родителей с колясками, просто пожилым людям, да и вообще всем жителям и гостям курорта. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.